Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих друзей из Забайкалья, которые ловят хариуса на хариусовых речках, мы с вами изготовим имитацию водяного клопа Гладыша. Для этого нам понадобится минимум деталей, я буду потом рассказывать, как изготовить, что заменить, так и про самого клопа. Но для начала нам понадобится подготовить крючок, желательно взять на номер больше, чем мы планируем. Если здесь я взял номер 4, то желательно взять номер 2, если вы будете использовать, допустим, пенку составную. Так как, учитывая то, что у нас будет заниматься половина загиба, поэтому полезная площадь у нас забирается, и мы должны с вами компенсировать величиной крючка. Величину подбирайте для себя сами. Почему? Потому что, допустим, вот у меня имеется вот такой брусок пенки. Я смог вырезать для себя. Если у вас нет, можно изготовить меньше. Вообще, в природе его величина получается от 2 см до 2,5 см, спокойненько, 3 см, вы можете его имитировать. Это он такой в природе и живет. Принцип его изготовления достаточно прост, так как мы за основу взяли с вами обыкновенного того жука, которого мы изготавливали из пенки, только сверху мы не накрывали его просто одной пенкой, а нам надо, чтобы он и снизу, и сверху был из пенки, так как он переворачивается и плывет на спине. Для этого нам лохматость, которая имелась у нашего жука стандартного, не годится. Я немножечко нанес клей на цевьё. Желательно использовать, повторю вам, ребята, не обязательно, вот допустим, как у меня, этот суперклей гилевый. Используйте любой другой, который достаточно хорошо держит. Но клей момент, который как резиновый, не годится. Он сам по себе не даёт той жёсткости. И аккуратно промотаем. Желательно так, чтобы у нас нитка ложилась плотно. Здесь уже не имеет значения неровности, аккуратно или неаккуратно, как вы, допустим, это сделаете. Потому что мы ещё здесь с вами конструктивно будем наматывать саму синель. Закрепили нить. Для удобства я промажу ещё и сделаю так, чтобы у меня подложка была ровная, ровная, ровная. Теперь давайте мы вернёмся, пока оно будет у меня слегка пропитываться. Значит, как вы поняли, я взял его аккуратненько, или же, вот как у меня здесь такое шило самодельное, изготовил и проткнул его аккуратно, совмещая с аосной, чтобы не уходило. Или же взять сверло 2,5 и просверлить себе отверстие. Для чего я это делаю? Практически можно, допустим, это и не делать. Можно просто проткнуть даббинговой иглой, а потом одеть. Но чем больше у нас будет с вами здесь площадь соприкосновения на цевье с нашей пенкой, тем меньше у нас будет прокручиваться сама приманка. Так как конструктивно у нас получается наш жук выходит как бы вширь, не пропорционально, а гораздо широкий получается, как лодка. И поэтому у нас выйдет проворачивание нашей приманки, уже проверено. И также нам с вами понадобится ещё силикон. Очень часто вот можно встретить вот такие вот наборы для изготовления спиннинговых приманок, октопусов или кальмарчиков. И там находится достаточно вот такая хорошая для нас силиконовая вот резинка. Её ширина позволяет изготовить те лапки, которые будут у нас достаточно хорошо играть на воде. квадратные, вот это, которую обычно мы всегда используем для изготовления, как вы видите, вот такую нашу силиконовую резиночку. Она не годится, потому что её недостаточно по ширине, вот, и слабенько она играет. Желательно, чтобы она была в два раза толще. Теперь нам необходимо, вот мы уже подготовили, придать форму тела и посмотреть, какой мы должны здесь величины нанести даббинг. Нанесли немножечко вот так даббингом, чтобы можно было нам одеть, вот как вы видите, сделаем такую примерку, чтобы заходило наше тело будущее с натяжечкой. Вернём обратно, чтобы не сжалось. Теперь я беру, значит, тело может быть и несколько длиннее, но потом всё это можно, мы потом это всё равно всё будем подрезать. Теперь я, чтобы не было у меня большого скопления клея и комков с материалом, нанесу обычно вот сверху и снизу. Учитывая то, что клей гелевый, он позволяет мне работать, не торопясь. Если у вас имеется другой резиновый, допустим, клей или который полиуретановый, можно его использовать. Снимаем нашу заготовочку. И теперь, смотрите, я упираюсь ноготком в заднюю часть, для того, чтобы мне можно было спокойно потом сделать, как бы, упор. Продвигаем. Стараемся пропустить через переднюю часть. Вот так. И поджать его. Стараемся удерживать его в сжатом положении, пока у нас клей не подхватит. Вот, отлично. Еще поджимаем. Можно и с двух половинок, но потом вот этого, допустим, у нас красивого ребра у нас не получится с вами. Все. Теперь клей наш начал подхватываться. И мы с вами теперь должны дождаться, пока все это окончательно высохнет. Вот. Лишнее мы опять же потом с вами уберем, подрежем. Дадим немножечко подсохнуть. Наш клей подсох. Я удалил возле колечка остатки. И нам понадобится с вами вот такая вот иголочка с широким ушком. Учитывая то, что тело у нас не слишком широкое, аккуратненько надо вот так проткнуть на косую, как вы видите. Передние лапки у нас тогда будут торчать вперед, а задние будут идти назад. Если по каким-либо причинам у вас, допустим, не проходит здесь игла, но отверстие или с материалами какие-либо проблемы, мы можем с вами взять и есть у нас вот такое приспособление для того, чтобы мы могли вдевать нитку. Пока еще не стянуло сильно наше с вами отверстие, пропускаем, как вы видите. И теперь нам остается только лишь взять часть, так как наша проволока или леска значительно тоньше нашей иглы. Отверстие мы уже с вами проделали. И вот мы с вами продели. Я просто уже не протягивая взад-перед, как обычно крепят, вмакнул в эту же дырочку, потому что мы ее должны хорошо закрыть, чтобы туда влага не проходила. Клей оставили. Точно так же и с этой стороны. Значит, что касается длины, мы с вами уже потом подрежем, когда изготовим. Также и с этой стороны на косую мы протыкаем, изготавливаем задние и передние. И получается, поперек мы должны проткнуть, завести наши средние лапки. Давайте мы изготовим и потом будем продолжать. Как вы видите, все наши лапки на местах, завели мы их. Значит, я обычно всегда, после того, когда они все у меня уже стали на места, беру и, допустим, передние так подрезал, эти посмотрел, их длина, их длина должна быть приблизительно одинаковая. Так подрезал. Пока клей наш здесь подхватывается, задние несколько длиннее делаем, потому что он у нас хороший, хорошо плавает, поэтому задние лапки мы делаем несколько длиннее. Отрезали. Ну вот вышла вот такая, вроде бы непонятная, какая осьминожка-лягушка. Это не страшно. Мы теперь сейчас все приведем в порядок. У нашего жука обязательно должна быть обозначена голова. Вообще, в природе он или темно-коричневый, или черного цвета. Но, учитывая то, что наша рыба не совсем хорошо реагирует на, иногда, на черные приманки, хотя голавль за последнее время, я заметил, достаточно хорошо только на черные. Ну, на Западной Украине, ребята писали, больше работает коричневый цвет. Закрепим у колечка нить. Теперь, что я делаю? Аккуратненько, вот так, обозначиваю, придерживаю рукой, там, где у меня должна быть голова, нитку, и делаю здесь один вот такой вот оборотик, как будет заметно. Сильно не продавливаем, так как мы должны только лишь вот нашей ниткой последующими вот такими оборотами ему придать небольшой переход, чтобы он у нас не был вот таким бочкообразным. если камера сможет, я думаю, она сможет передать вот то, что мы уже обозначили ниткой. Теперь остается только лишь нам с вами его покрасить. Значит, я использую, покажу вот такого коричневого, вот такого цвета коричневый спиртовой маркер, который просто беру и начинаю вот его закрашивать так, как мне нужно. но желательно, чтобы он у нас подсох хотя бы минут 15-20 для того, чтобы мы могли потом его вскрыть лаком. Давайте закончим и потом продолжим дальше. Я немножко подклеил, приклеил глазки из пластмассовых черных бусинок, подкрасил маркером коричневым лапки, можно и не подкрашивать и, как вы видите, вскрыл немного лаком. Ну, по мере высыхания нужно будет еще нанести, чтобы не было неровностей. Теперь, что касается, допустим, поимки рыбы, то вот в таком варианте, если мы будем забрасывать и просто будет сплавляться наш жучок клоп этот, то галавль не всегда нормально реагирует, поэтому желательно небольшими подергиваниями давать как бы ему движение лапками, за счет вот этих лапок он очень хорошо привлекает. Важна сама форма, вот снизу полностью напоминает наше насекомое, которое плавает. Вроде бы простой, но и в то же время достаточно уловистая приманка. Благодарю вас за внимание, друзья, пробуйте, экспериментируйте. До скорых встреч! встречу! Продолжение следует...